Ребята, привет! Еду в Евролед для того, чтобы тебя удивить. И сразу хейтерам немного скажу. Мужики, можно рассказывать, что блогеру дали денег, и он будет нести абсолютно любую пургу. А у меня цель немножко другая. Я у нас в Латвии ищу людей дела и людей слова. Что такое хороший контент, да? Такая нездоровая фигня, что хороший контент – это рассказать, как в Латвии все херово. Залетает на ура, просто залетает на ура. Ребят, но Латвия стояла сотню лет, и еще сотню простоит. И кто-то же это государство содержит, кто-то это государство кормит. И это ни хрена не правительство. Это делают люди дела. Сегодня мы будем говорить о таких людях. Мы еще и не видим. Извините, дизайн. Мы очень заморочились. Хотели вот что-то, минимализм такой сделать в стиле, может быть, айфона. Не знаю, насколько у нас получилось. В смысле, это упаковка на заказ ваша? Да, да, да. Мы все сделаем сами. То есть, как Остром, Филипс и другие заводы размещают на заводах свои спецификации, следят за качеством и так далее. Ну, это один… То есть, подожди, это латвийская фирма заказывает свой бренд? Это латвийский бренд, конкретно, без скромности на мое имя, запазентован в 2010 году. Крутяк! И с этим товаром, похожими товарами, мы уже в 2012 году участвовали на выставке в Китае. То есть, мы пытались, пошли дальше Латвии и пытались взять международный рынок. Ну, на тот момент мы были слишком слабы для этого, скажем так. Вот, но очень большой интерес тогда был к нашему. Подожди, ну ты по оборотке, вот сейчас этот склад, сколько здесь фурм? Здесь, здесь где-то тысяч. Ну, полмиллиона точно. Это только один, а если мы туда в длину посмотрим, там просто… Минимо полмиллиона. Вот эти два контейнера последние пришли, это только 200… Подожди, мы можем сказать, что это наш латвийский бренд. Латвия, да? Да, 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 это латвийский бренд, конкретно. Видел, ну там еще один бренд наш есть, могу принести, как сказать. Понимаешь, что я здесь делаю и почему я снимаю это видео? Я каждый раз просто офигеваю, когда… Ты знаешь, ты в Латвии, как у нас вообще худше что-то сделать. Посмотри, вот этот парень, вот этот один склад полмиллиона. Тут порядка 10 таких складов. Это он придумал этот бренд, представляешь, потратил на это десятилетие. Ну, вы же знаете, его весь город знает. Вот представь себе, насколько круто он поднялся в своей… Да, да, да. Что это? У скромнее. Значит, у него громадная предыстория. Мы когда-то нечаянно его забрали у китайцев. Вот рассказываю, как есть, потому что китайцы очень нечисты на руку были и очень много нас обманывали. Значит, мы сделали большой когда-то заказ на ксеноновые лампы, чтобы нам дали эксклюзив. Китайцы нас реально кинули и продолжали продавать всему городу этот же бренд. Мы сказали, ну ладно, хорошо, пусть будет так. Я проверил данный бренд пациентам бюро, и оказалось, что он не запатентован на Европу. Я нечаянно его забрал, и всех конкурентов, как бы, ну, мы разозвали. Хорошо. Где мы его можем вставить, где они уже стоят, где может человек прийти и посмотреть в реале, как это работает? Это склады депо конкретно, штук 200, наверное, вот здесь. Склад-магазин депо ты имеешь в виду? Нет, это именно склады депо в Убраке на территории Затермса. У них такие светильники стоят уже, наверное, года 4 мы им ставили назад. Это эконом-вариант, в принципе, такой, как Калашников, работает очень уверенно и долго. Ну, смотри, я правильно уже понимаю, вы приходите на любое предприятие, делаете оценку, сколько там есть света, сколько нужно, и после того, как вы уходите, они начинают за счет платить гораздо меньше, правда же? Конкретно с этими светильниками они заменяют 200, 250, когда-то и 400 ватт, ну, в зависимости от яркости, которая вам нужна и так далее, на высоте, на которой будет установлена. Также они водостойкие, можно их и под дождем устанавливать и так далее. Они складские для общественных зданий, для частного сектора они... Да, точно такие же стоят, 200 ватт, это 150 ватт, точно такие же стоят уже с момента открытия Акрополя. Когда зайдете в магазин Евроникс, 4 штучки такие подогревают голову продавцам. На самом деле мы заморочились и изготовили такие же белые, чтобы не бросались в глаза для автосалонов, для магазинов. Ну, пока популярностью не пользуются, но, тем не менее, такая опция есть. Крутая вещь. Это два наших латвийских бренда, наша гордость. Приятно, что это покупают, если вы можете... Это топ-селлер, это топ-селлер, у нас есть точно такое же, на филипс-дриотах, на крутых драйверах и так далее, но это продавец нам больше. Ты по стоимости не сориентируешь? По стоимости это, по-моему, где-то в районе 55 евро на розницу стоит. Это, так сказать, 150-ка нет, это дороже где-то, ну, в районе 70 евро, наверное, с налогом стоит. Для крупных предприятий у нас всегда оптовые цены и все это по договорной цене, включая и монтаж. Это, без скромности, это Rolls-Royce среди светильников для освещения склада. Но это тоже латвийский бренд? Да, это то же самое, значит, это уже более, скажем так, крутой бренд. Здесь мы собрали самые лучшие компоненты, по факту это тот же Филипс, наверное, то есть он собран из Филипп-компонентов. Значит, но, тем не менее, по цене он очень сильно отличается, то есть, ну, я бы сказал, где-то 2,5-3 раза он дешевле, несмотря на Филипп-компоненты. Да, область применения, опять же, где? Склады, магазины, автосалоны, производство, логистические парки, где угодно. Вот эти конкретно вещи стоят уже, наверное, год третий в стадионе Сконта. Мы выиграли большой конкурс для освещения внутреннего стадиона Сконта. Вот конкретно стоят уже года три. Их такой немаловажный бонус, у них интересная антиослепляющая оптика и возможная срегулировка яркости. А как, если они складки, ты как, дистанционно это с пульта делаешь или как? Как угодно, есть куча систем, которые позволяют это делать. Так же ставятся просто на диммер, по-старому крутилка. А, они ставятся еще на диммер плюс ко всему? Да, эти конкретно ставятся. Да, прикольно. Вот. То есть тем же самым диммером ты не только свет, ты можешь и потребление уменьшать. Например, народу меньше сейчас на складе, мы его уменьшили, народу больше увеличили, да? Можно также на сенсоры их ставить. То есть нет присутствия людей, ставить, он выключается. Вот такая вот. Вы делаете все эти разработки, вас только запусти, сами делаете проект, сами набираете. Я сейчас все только вернулся с Китая, вот глаза горят, безумно много товаров хочу, опять же, под свой глаз. То есть ты там набрался новинок и сейчас будешь нас удивлять? Да, да, да. То, что мы хотим сделать, это доступный продукт с шикарным качеством. Вот, в принципе, вот с этим мы уже торгуем им, наверное, лет 6-7. Просто бомба. По-другому не скажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!